Присоединение Молдовы, Украины, Грузии, а также Балканских стран к Евросоюзу и НАТО должно основываться на выполнении критериев членства, отмечается в докладе Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса «Противодействие российским гибридным угрозам обновлениям». Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, проблема серых зон в Восточной Европе должна быть решена. Оставляя страны Восточной Европы в неопределённости, мы будем поощрять дальнейшую российскую агрессию и напряжённость в отношениях с Западом, Грузией, Украиной и Молдовией, а также западно-балканским странам следует дать чёткую перспективу членства в НАТО и ЕС. Их присоединение должно основываться исключительно на выполнении критериев членства, говорится в документе. В то же время, согласно одному из последних соцопросов, проведённым Международным республиканским институтом, большинство граждан Республики Молдова выступает против вступления в НАТО. Таким образом, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по этому вопросу, то лишь 23% респондентов высказались бы за вступление в Альянс. Ещё 23% опрошенных отказались бы от участия в референдуме, а 19% респондентов не сочли этот вопрос важным. Опрос проводился с 11 сентября по 16 октября. В нём приняло участие 1503 респондента старше 18 лет. Допустимая погрешность – около 2,5%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова